Зелёный змей В результате возбуждено уголовное дело, один ребёнок оказался на улице, а мамаша находилась в это время на третьем этаже. Так получилось, что ребёнок выпал. После совещания губернатор отправился в областную детскую больницу. Навестить ребёнка. Здесь же с законодателями, врачами и общественниками обсудил борьбу с пагубной привычкой. Она давно уже переросла в масштаб бытового пьянства и стала поистине национальной трагедией. С начала года в области действует так называемый закон о рюмочных, призванный существенно ограничить продажу алкоголя на первых этажах жилых домов. Количество точек продажи горячительного призвано сократить ещё один закон. Вступит он в силу с января 2019 года. Позволит нам во дворах квартирных домов исключить продажу алкогольных напитков. Инициировали старшие по домам, инициировали старшие по подъездам, женщины, советы женских коллективов. И на сегодняшний день, к сожалению, подчёркиваю, этот закон пока не вступил в силу, но количество организаций, которые хотели бы перевести не жилое помещение в жилое помещение, резко убавилось. В области действует запрет на продажу крепких алкогольных напитков в выходные дни. Однако это зачастую приводит к тому, что горячительным закупаются в последний день рабочей недели. Я могу сделать выводы, что, наверное, и по пятнице нужно подумать по ограничению времени. И внести это тоже на общественное обсуждение, потому что в случае, по последней статистике, участились именно в пятниче. Правда, не все парламентарии согласны с таким предложением. Часть депутатов считает, что нужно вернуть продажу крепкого алкоголя в выходные дни. Оба этих вопроса будут обсуждаться на заседании Законодательного собрания. Слушания будут открытыми, так что на них приглашаются представители общественности и все желающие высказать свое мнение. Егор Цитов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.